В старое советское время была песня Аллы Пугачевой. Те, кто из Советского Союза приехал, знают эту песню. Про то, что желают знать, что будет. И вот мы по вторникам обычно читаем книгу Даниила. И мы дошли до второй главы. Где царю Вавилона Намхадоносору снится сон. Который он от страха забыл. И когда он от страха забыл, он позвал всех своих мудрецов, которые были у него на работе. Много сотен мудрецов. Среди которых был и наш любимый Даниил. Один из тех молодых людей из Иерусалима, которые были уведены в плен в Вавилон. И когда мудрецы предстали перед царем Намхадоносором, он говорит. Ну, расскажите мне сон и объясните мне его. Мудрецы что сказали? Ты у нас спрашиваешь то, чего никакой царь на земле не спрашивал никогда. Потому что таких людей на земле не существует, которые могли бы... Ты расскажи нам сон. Он говорит. А я забыл. Слово от меня отступило. Не помню сон. Я знаю, вы хотите время выиграть. Он говорит. Да мы не можем. Не умеем. Потому что это дело такое потустороннее, духовное. И люди не могут такое делать. Когда царь Намхадоносор, у него был такой горячий характер, он сказал. Ах так, раз вы мне сон не расскажете, зачем вы тогда при дворе живете? Зачем я вам зарплату плачу? Я вас всех велю изрубить на мелкие куски, а ваши дома разрушить, превратить в развалины. И пошли его военные товарищи, охрана, полиция, рубить на куски мудрецов и разрушать их дома. Как только Даниил услышал, что вот такое дело, первым делом побежал к начальнику телохранителей. И говорит. Что случилось? Ему все рассказывает. И Даниил говорит. Мне нужна аудиенция у царя. Мне нужна встреча с царем. Ему дали эту встречу. Он приходит к царю и говорит. Дай нам время. Сколько времени, мы не знаем. Даниил возвращается к своим друзьям. Евреям, тоже из Иерусалима. И говорит. Давайте молиться, пожалуйста, потому что, если Бог нам не откроет, нас тоже казнят, потому что мы тоже мудрецы Вавилона. И пошли они молиться. И Бог был милостив. И во сне Даниилу открыл то, что снилось Новохадоносору. Кто из вас помнит сны свои собственные? Бывает? Частенько даже? Вам везет, потому что я вообще никаких снов почти не помню. У нас дочка такая, у нее есть дар помнить сны и еще вторую серию смотреть. И еще потом рассказывать в цвете, во всех вот красках. А тут, представляете, Даниил ложится спать и видит даже не свой сон, а чужой. Как будто Бог достает запись, вставляет ее на просмотр. И в небесном кинотеатре во сне Даниил видит тот же самый сон, что царь Новохадоносор. На утро бежит со всех ног и говорит, хватит убивать мудрецов. Стоп. Я иду царю рассказывать. И вот он рассказывает ему сон. И мы с вами дочитали до 36 стиха второй главы. Рассказывает он сон удивительный. Но прежде чем сейчас мы этого сна коснемся, я хочу вам сказать, что как только во второй главе, в четвертом стихе начинается речь, повествование, рассказ о этих мудрецах, книга Даниила переключается с иврита на арамейский язык. И вторую главу, третью, четвертую, пятую, шестую, седьмую мы читаем, если в оригинале, на арамейском языке. Почему? А с восьмой главы снова Даниил возвращается и пишет на иврите. Потому что со второй по седьмую, ну, почти до восьмой главы, да, речь идет о народах, о других народах, об империях, об истории человечества. И когда речь заходит снова о судьбе еврейского народа, книга Даниила переключается назад на иврит. И это очень такой важный момент, потому что это нам показывает, на чем сфокусировано повествование, да. Итак, сон Новохотоносора. Кто был во вторник, рассказывайте. Что видит вообще Новохотоносор? Огромного истукана, изображение, статую, да, у которой золотая голова, серебряная грудь и руки. Медный живот, дальше две железные ноги и ступни ног, железо смешанное с глиной. И вот смотрите, что в 37 стихе, начиная с 37 стиха, ну, сейчас 36 тоже заходим, и что же говорит там Даниил? 36 стих. Вот сон, скажем царю, и значение его. Мудрецы Вавилона, все они, их жизнь была спасена тем, что Даниилу открылся сон и его значение, правильно? В шестой главе эти мудрецы все забудут о том, что Даниил спас их жизнь, и они составят против него заговор. Итак, смотрите, как толкует Господь через Даниила сон царя. Ты царь, царь царей, которому Бог небесный даровал царство, власть, силу и славу, и всех сынов человеческих, где бы они ни жили, зверей земных, и птиц небесных он отдал в твои руки и поставил тебя владыкой над всеми ими. Ты – это золотая голова. И дальше, когда он будет объяснять об этих царствах, он будет ставить знак равно между царем и царством фактически. То есть здесь царь и царство – это сам Новохадоносор, правильно? Золотая голова. После тебя в бастане другое царство ниже твоего. И еще третье царство – медное, которое будет владычествовать над всей землей. А четвертое царство будет крепко, как железо, ибо как железо разбивает и раздробляет все, так и оно, подобно всесокрушающему железу, будет раздроблять и сокрушать. А что ты видел ноги и пальцы на ногах, частью из глины горшечной, а частью из железа, то будет царство разделенное, и в нем останется несколько крепостей железа, так как ты видел железо, смешанное с горшечной глиной. И как персты ног были частью из железа, а частью из глины, так и царство будет частью крепкое, частью хрупкое. А что ты видел железо, смешанное с глиной горшечной, это значит, что они смешаются через семя человеческое, но не сольются одно с другим, как железо не смешивается с глиной. Теперь вы помните, в конце этого видения, там было кое-что важное и разрушительное, да? Был камень, который оторвался от какой-то горы сам собой и ударил, полетев, в ноги истукана. И истукан весь разрушился, раздробился в мелкую пыль, и ветер унес все, и даже памяти о нем не осталось. Что случилось с этим камнем? Камень стал расти и превратился в гору, которая наполнила собой всю землю, так? Смотрите, как объясняет это видение камня Господь. И в дни тех царств, то есть последних царств, Бог Небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится, и царство это не будет передано другому народу, то есть не будет никакой династии. Что такое династия, знаете все? От отца к сыну отца, дальше к внукам и так далее. Династии не будет. Будет один постоянный царь. Поняли? Это царство никому другому не перейдет, оно не будет завоевано. Оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно. Так как ты видел, что камень отторгнут был от горы, не руками, и раздробил железо, медь, глину, серебро и золото. Великий Бог дал знать царю, что будет после этого. И верен этот сон, и точное истолкование его. Пока мы не будем касаться реакции, которую мы увидим, как Навуходомосор отреагирует на это истолкование, разберем последовательность. Смотрите, хочу, чтобы вы визуально себе представили. Голова золотая. Кто рисованием занимался когда-нибудь? Если вы хотите правильно нарисовать пропорции взрослого человека, то голова будет занимать какую часть в отношении? Меньше. Одна восьмая? Пятая. Восьмая. Одна пятая, скорее всего, ребенок, у которого большая голова и маленькое тело. Дальше смотрите, что происходит. Серебряная грудь и руки. И голова, она занимает в теле меньше всего. Так? Это важно. Потому что дальше мы видим серебряные грудь и руки. Две руки, правильно? Потом видим один живот. А на животе у истукана часто изображают такие, знаете, кубики. Пресс. Мышцы пресса. Если можно напрячь, иногда у некоторых даже видно. Дальше. Железные ноги тоже две, правда? Потом под конец остаются две стопы с десятью пальцами на ногах. Так? Две. Интересно, что фактически дальше в этой же книге мы увидим описание другое, но тех же самых вещей. Через зверей, которые друг за другом пойдут и будут друг друга уничтожать. Теперь скажите, пожалуйста, как вы думаете, если золотая голова – это ты, как говорит Даниил, да? Это Вавилонское царство. После тебя встанет царство слабее тебя и тоже будет владеть всей землей. После него встанет другое царство, еще меньшей силы, но тоже будет владеть всей землей. Так? Потом встанет царство железное, которое будет дробить и все сокрушать. Как бы, смотрите, получается Вавилон, потом серебряное, потом медное, потом железное. Так? Пока не будем касаться, что это за царство, это важно, но просто поговорим об этих металлах. Золото, оно из всех них самое ценное, так? И самое мягкое. И оно одновременно еще тяжелее всех остальных. Молекулярная масса тяжелее у золота. Серебро меньшей ценности, тверже, чем золото, и легче, чем золото. Дальше мы смотрим на медь. Медь дешевле и золота, и серебра, но тверже и серебра, и золота. И при этом оно легче по своей молекулярной массе. Дальше железо. Самый легкий из этих металлов. Собственно, почему во время Второй мировой войны, чем, собственно говоря, отличались танки советские от танков немецких? Тем, что у нас танки советские, они были из особой легированной углеродистой стали, и у нее была особая прочность, потому что это был сплав. Этого сплава у немецкой армии не было, и они были вынуждены делать танки массивнее, с большей толщиной стенками, и все равно их пробивали наши снаряды советские. Так вот, смотрите, что мы видим. Железо самое дешевое из всех металлов. Он оказывается внизу, но он самый прочный. То есть получается, что у этой статуи очень тяжелая голова. На ногах стоит, помните выражение в русском языке, что колосс на глиняных ногах. То есть вот этот огромный стукан, который стоит на глиняных ступнях, это о чем говорит? Он неустойчивый. И у него еще и тяжелая голова. Может ли такая система стоять? Правда, одного удара в ноги хватает, чтобы сокрушился, упал весь этот самый стукан, раздробился на маленькие кусочки. Теперь, это понятна картина, да? И некоторые богословы, комментаторы, сделали вывод, что из того, какой длины и сколько чего в этом стукане, это будет характеризовать следующее царство. Смотрите, интересно, что глава, золотая голова, Вавилон, самая короткая из этих царств. И в истории так и получается, потому что оно самое короткое и было с 612 до 539. Я не буду вас датами утомлять, если что, я потом скажу. Самое короткое царство – это Вавилон. Но при этом самое славное, самое такое, скажем, на которое равнялись все следующие царства. Они хотели быть похожими на Вавилон. Понятно? Дальше смотрим. Следующее царство. Кто знает, кто изучал историю? Перси. Молодцы. Это медяне и перцы. 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 И у ней было достаточно длинное царство, благодаря тому, что перцы содействовали восстановлению Иерусалима и Иудейского царства. И благодаря этому Господь помиловал и дал практически почти 200 лет мира перцам за то, что Кир – царь персидский и следующие персидские цари что сделали по отношению к еврейскому народу? Добро. Правильно? Но царство было разделенное. Две руки, видите, да? У истукана. Две руки – медяне и персы. Отлично. Греческое царство. Кто его, кстати, вот это? Греция очень давно существовала. Но греческую империю кто основал? Александр. Александр, которого называют македонским, да? Но он умер в возрасте 30 с небольшим лет. Говорят, что его отравили. И он, умирая, не оставил взрослых наследников. И его империю унаследовали четверо генералов. Из них остались две династии. Это Селивкида и Птолимаида, но не будем сейчас. Южные и северные цари. Между ними была постоянная война. И посередине этой войны оказались кто? Израиль. Греки бегали туда-сюда, из Египта в Сирию и обратно, вытаптывая и уничтожая практически то, что Господь здесь оставил в живых. Теперь. И вот это вот медное царство, оно заканчивается. И на его в первом веке до Рождества Христова приходит какое царство? Рим. Железное царство. Отлично. И оно будет самым длинным. У нас самая длинная кость в теле какая? Мало. Так она, вот она и есть. Вы знаете, что ассуария, это когда захоронение в древнем мире делали, ассуария – это коробочки, каменные коробки, в которые складывали кости умершего человека год спустя после его похорон. Знаете, какие размеры должны были быть у ассуария? По самой длинной кости, по бедренной кости. Они таким образом это делали эти, чтобы человек поместился весь в собранном виде, как конструктор, в эту коробочку ассуарий. Теперь вы знаете, какого размера эти коробки находят. Мыть кости тоже, да? Так вот интересно, что вот эта вот железная империя, она оказывается самой длинной, и она также будет разделенная на Западный Рим и на Восточный Рим. Причем Восточный Рим, он дольше немножко прожил. И если мы знаем, что в V веке погибает Западный Рим, аж в XV веке погибает Восточная империя. Потому что на ее место приходит Османская империя, да? Но которая не является всемирной империей, как предыдущие четыре. Вот, теперь вопрос. Почему Господь дает такой сон Навуходоносору? А Навуходоносору зачем это знать? Сколько он проводит? Это Даниил. Ведь то, что скажет Даниил Навуходоносору, фактически означает, что царство Навуходоносора будет сладным, но очень коротким. Это является рабостным событием для Навуходоносора? Он же хотел, чтобы его потомок Валтасар царствовал, правда? Но во время пира Валтасара что случается? Медяний перс заходит, и он погибает в эту ночь. Правда? То есть царство, то, которое так тщательно и так собирал по частям и защищал Навуходоносор, его отец, оно долго не простоит. Потому что каждый император думает о том, кому достанется его завоевание. Потому что это же не все равно ему, правда? И для Навуходоносора эти новости не очень хорошие. Но он узнает, что будут царства после него. Сколько эти царства управляться, он вообще не знает. Иисус не знает этих дат, этой длительности и Даниил. Но есть один момент. Очень важный момент, о котором говорит Иисус в 24 главе Матфея и в 21 главе Луки. Он говорит о времени язычников и о полноте язычников. Если кратко, то Бог говорит через это видение Навуходоносору и Даниилу, и еврейскому народу что? Что светоч или факел, тот, который был в руках у иудеи, тот свет, который Бог зажег в Иерусалиме, потому что обещал царю Давиду, да? Этот свет будет теперь не в руках евреев. Этот свет, правление и власть, и слава будут не у израильского народа, а будут у всех этих последующих языческих империй. И когда заканчивается вот это все языческое, власть языческая, заканчивается чем? Воцарением царя Иерусалима и сына Давиду. Да? Из колена Иуды, правда? Потому что это то обещание, которое дает Господь через благословение Якова на своих сыновей в Бытии 49 главе. Правда? Потому что там Яков, благословляя своего сына Иуду, что говорит? Что скипетр, он обещает ему власть над народами. И это должно исполниться через колено Иуды и через конкретно впоследствии царя Давида, потому что Господь заключает и с Давидом завет. Когда мы открываем Евангелие от Матфея, что мы видим там? Там не случайно Матфей начинает следующими словами. Родословие Иисуса Христа, Ешуа Хамашеха, сына Давидова, сына Аврамова. Правильно? Почему сначала сына Давида? Потому что это царское родословие. Потому что, когда мы читаем Евангелие от Луки, там дается не царское родословие, а родословие Марии, Матери Иисуса. Правда? Через другого сына Давида, которого звали не Соломон, а Афан. Понятно? Два родословия. Здесь сын Давида, потому что это царское родословие. И он является сыном Аврама, то есть еврей. Так? И дальше, когда мы читаем все родословие вплоть до 17 стиха в Евангелии от Матфея, мы находим там интересные подробности. И фактически это является доказательством притязания Иисуса на царский престол. Правда? Но вопрос в следующем. Стал ли Иисус царем в Иерусалиме 2000 лет назад? Почему на его кресте была прибита надпись на трех языках? Какая была надпись? Это был его приговор. То есть его называли царем иудеев и написали. И помните, что евреи пришли, иудеи пришли к Апонтии Пилату, сказали, сними это. Напиши, что он говорил, что он царь иудей. Он говорит, отстаньте от меня. Что написал, то я написал. Но царство, о котором были пророчества, и когда Иисус въезжал в Иерусалим, его приветствовали как царя. Правда? И столько пророчеств в этот день исполнилось, потому что образно и слова из псалмов, и вот это все, правда? Торжественный въезд. Что люди ждали от Иисуса? Правильно, у них было в мыслях земное царство. Наконец, сын Давида въезжает на осле. Мы поем ему «Осана, ощеана», то есть мы говорим тебе спасение, мы взываем к тебе о спасении, правда? Он приходит в Иерусалимский храм, наводит нам порядок, выводит торгующих, правда? Дети бегают, кругом кричат. «Благословен грядущего имя Господня, осана!» И ему говорят, что ты слышишь, что они говорят? Запретим! Иисус говорит, если они замолчат, то камни закричат. То есть он тем самым показывал, что он и есть тот царь. Он не запрещал людям говорить, что они его приветствуют как царя, правда? Они постилали перед ним одежды, полагали пальмовые ветви. Это и есть царская встреча. Они выстилали ему мягкую дорогу и ждали от него, что он воцарится. И он был не против, он и есть царь. Но только есть один нюанс. Потому что, когда его привели, уже избив к Пилату, он сказал, что царство, «Если бы мое царство было сейчас здесь, то мои слуги не отдали бы меня тебе». Мое царство сейчас не от века сего и не сейчас. Этот же вопрос Иисусу задали, когда он уже воскрес из мертвых. И прошло 40 дней после воскресения из мертвых. И на горе Илеонского в Иерусалиме его ученики спрашивают, «Не в это ли время ты восстанавливаешь царство Израиля?» Иисус говорит, «Не ваше дело знать времена или сроки, которые отец положил в своей власти. Вы идите и ожидаете обещанного отца, и когда сойдет на вас Дух Святой, вы что, воцаритесь?» «Нет». «Вы примете силу и будете что делать? Царить, править?» «Нет». «Вы будете мне свидетелями в Иерусалиме иудеи, в Самарии и до краев земли». Так? Интересный вопрос. Некоторые считают, что этот камень, во-первых, камень – это всегда образ Иисуса, камень креугольный, крепко утвержденный. Исайя, пророк, Иисус ссылается на это в Евангелии от Луки, правда? И тот камень, который является камнем соблазна и который упадет на кого, того раздавит, а кто его попытается поднять, тот надорвется, правда? То есть он и есть тот самый, который вот основание всего. И это тот самый Иисус, камень, в этом видении. Он ударяет вотого истукана, и мы видим в видении, что все рассыпается. Все ли рассыпалось, когда пришел Иисус 2000 лет назад? Нет. То есть он пришел не взять это царство, как пророки говорили, да? И из-за того, что он это не сделал тогда, из-за того, что он не принес мира Иерусалиму, люди не поверили. Но если вы помните, Иисус плакал Иерусалиме, въезжая в него, и сказал, «Вы не знаете, что служит вашему миру, ибо это скрыто ныне от ваших глаз». Потому что я хотел вас собрать столько раз под свои крылья, хотел дать вам этот мир, но вы не захотели. И даже тогда, когда он предлагает завет своему народу, народ его не захотел. То есть этот завет, который Бог предложил своему народу, был отвергнут. Но разве Бог сказал на этом своему народу нет? Ведь что он обещал, он исполнит, правда? И в Иеремии 31 главе, в 31 стихе мы читаем, Господь говорит, «Я заключу с домом Иуды и с домом Израиля новый завет. Не такой завет, который был заключен при Игоре Синае, который вы нарушили, но новый завет заключу с вами, который будет вечный, правда? То есть мы видим, что этот завет еще не был заключен 2000 лет назад с израильским народом, правда? То есть он был заключен, но Израиль его не принял. Пока. Поэтому, когда мы здесь видим камень, который отрывается от горы и разбивается стукана, речь идет не о первом пришествии Иисуса. Не о том моменте, когда он умер, воскрес из мертвых, а потом вознесся на небо, правда? Потому что ему предстоит вернуться назад. Тогда же на Ильонской горе, когда мужи галилейские стоят, по-прежнему смотрят в небо, ожидая чего-то вот сейчас, наверное, что-то случится, ничего не происходит. И облако скрывает Иисуса из их вида, и они стоят дальше, никуда не идут. Что происходит в первой главе Деяний? Помните, что там происходит? А? Не, 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 не что вы. Не, не. Смотрите. Когда они смотрели на небо во время восхождения его, это первая глава Деяний, 10 стих, вдруг пристали им два мужа в белой одежде. Кто вообще? Ну, я вла, ангелы. И сказали, мужи галилейские, что вы стоите, смотрите на небо. Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели его, восходящим на небо. То есть, вы чего смотрите? Он придет. А вам что надо делать? И вот проходит 2000 лет, практически, с того момента. Царство, земные, земная система, цивилизация еще стоят на месте, правда? То есть, с пришествием этого камня разрушается вся цивилизация, как мы ее знаем. И от нее не остается из следа, правда? А это когда происходит? Мы только недавно закончили книгу Откровения читать. Это происходит при втором пришествии Христа. И время язычников заканчивается. Когда, значит? Для Даниила, как вы думаете, это было какой новостью? Хорошей, доброй? Или он еврей, который радеет о своем народе? Он хочет, чтобы вот это все закончилось. Только на то, чтобы власть вернулась назад в Иерусалим, снова этот светоч загорелся в Иерусалиме, на престоле царя Давида, должны пройти медяне и персы, должны прийти и уйти греки, должны прийти и уйти римляне, а потом еще появляется какое-то странное очень царство в конце, которое имеет часть силы от Рима и тоже будет разделенное какое-то, да, и у него будут эти пальчики маленькие, которые в откровении называют десятью царями, троих из которых антихрист вырвет и потом вместо них там кого-то поставят своих и потом все десять отдадут власть антихристу на короткое время и вместе с ним воцарятся на короткое время. Это о чем говорит? Что полнота язычников или время язычников заканчивается через очень длительное время. Это означает, что у Израиля не будет независимости, не будет этой власти, которую Бог обещал очень долгое время, начиная с разрушения Иерусалима в шестом веке до Рождества Христова и проходит, смотрите, сколько времени уже после Рождества Христова, две с половиной тысячи лет с лишним у Израиля нет своей независимости, кроме коротенького периода Хасманейского царства, которое владело маленьким кусочком земли вместо обещанных всех кусков земли, которые Бог дал Авраму, Сааку, Якову и потомкам. Правильно? Что сказать? Смотрите дальше, чем заканчивается эта глава вторая. Как отреагировал царь Навхадоносор на это видение. Сейчас. Сейчас еще раз можно переключиться, я думаю. Или еще? Нет, пока еще видно. Пока видно еще. Итак, читаем 46 стиха. тогда царь Навхадоносор пал на лицо свое. Ого! То есть вот прям плашмя. И что сделал? Поклонился Даниилу. Настолько его поразило то, что Даниил смог рассказать сон и потом его объяснить. И поклонился Даниилу и велел принести ему дары и благовонные курения, как будто он Бог. Ну, для еврея это приятно. Когда самый великий царь всех времен и народов лежит у тебя, валяется в ногах и тебе приносят дары и благовонные курения. И ты пленник, ты раб, ты не свободен. И вдруг такое происходит. Наверное, у вельмож придворных у них был полный шок, когда они видели подобное. Правда? Но это не каждый день увидишь, чтобы царь император сия земли валялся у тебя у какого-то раба в ногах. Настолько важно было это видение для Навуходоносора. Понятно, почему? Да? И сказал царь Даниилу, истинно Бог ваш, ваш это чей? Вас, рабов, евреев. Есть Бог богов и владыка царей, открывающий тайны, когда ты смог открыть эту тайну. Тогда возвысил царь Даниила и дал ему много больших подарков. Поставил его над всей областью Вавилонской и главным начальником над всеми мудрецами Вавилонскими. Но, но, Даниил просил царя, и он поставил Седраха, Мисака и Абденага над делами страны Вавилонской, а Даниил остался при дворе царя. Очень коротко скажу, вы помните, когда были во вторник на нашем изучении, мы с вами подчеркнули две очень важные вещи в характере и в жизни Даниила. Почему он был таким особенным человеком? Во-первых, первое, он посвятил всего себя Богу, всего себя, всю свою жизнь, и был молитвенным человеком. То есть, его посвящение Богу и молитва. Была очень интересная ситуация в Иерусалимской церкви, в шестой главе книги Деяний. Когда народ умножился, мы читаем в шестой главе Деяний с первого стиха. В эти дни, когда умножились ученики, произошел у эллинистов ропот на евреев из-за того, что вдовицы их пренебрегаемые были ежедневно обслуживаны. Коротко объясню. В церкви тогда были только евреи. Были евреи из диаспоры, не местные, а были евреи местные, израильские. И когда в Иерусалимской церкви стало очень много учеников, очень много верующих, то гуманитарной помощи, которую выдавали вдовам, стало не хватать. И стали в первую очередь давать кому? Местным. А те, которые не местные, обиделись. И вот эти не местные, которые, они тоже евреи, но они оказались евреями в церкви второго сорта. И они обиделись. И тогда 12 апостолов, созвав множество учеников, сказали, нехорошо нам, оставив слово Божье, печься о столах. Итак, братья, выберите из среды себя семь человек изведанных, то есть с хорошей репутацией, исполненных святого духа и мудрости, их поставим на эту службу. А мы постоянно пребудем в чем? В молитве служения слова. И угодно было это предложение всему собранию и избрали. Стефана, мужа исполненного верой духа святого, это первый погибший из верующих людей в Иерусалимской церкви, убивая которого люди оставили сторожить свои одежды у ног юноши по имени Савл, будущий апостол Павел. Потом Филиппа, Прохора, Никанора, про Филиппа мы тоже читали, про то, что он крестил Евнуха из Эфиопии. Так? И до сих пор верующие в Иисуса в Эфиопии называют себя учениками кого? Филиппа. И Прохора, Никанора, и Тимона, и Пармена, и Николая Антиохийца, обращенного из язычников. И поставили перед апостолами эти, помолившись, возложили на них руки. Смотрите, это интересный момент. Даниил обнаруживает в себе способность видеть чужие сны и толковать их еще. То есть ему в молитве помогали его друзья, да? Но Господь дал ему видение, не им. Потом он благодарит Бога в этой молитве, говорит, что ты смелился над нами и услышал нас. Так? Но он не приписывал славу себе. Удивителен его характер, потому что он остается скромным и трезвым мыслящим человеком до самой старости. То есть он не возгордился, не вознесся до небес. Смотрите, что предлагает ему Новохотоносор. Я предлагаю тебе власть над всей Вавилонской областью. То есть почти как Иосиф в Египте. Ты будешь распоряжаться всем, все хозяйство вести, будешь заниматься всеми делами, начиная с экономики, заканчивая армией, поставками и обслуживанием царского двора, рабами, свободными и так далее. Что сделал Даниил? Спасибо. Не надо. Я останусь лучше при дворе царя. Буду не потому, что он ленивый, не потому, что он хотел себе тепленькое место при царе сохранить. Он мог бы переплюнуть в своей мудрости и в своем управлении всех остальных мудрецов. Правда? Ему бы хватило мудрости. Но он отказывается это затем, потому что у него было другое призвание. И часто предложения, которые возникают на пути призванных Богом людей, могут быть искушением для них, могут стать для них отвлечением от главного дела. Понимаете, почему апостолы решили делегировать вопрос о распоряжении финансами, распоряжении всякими разными другими вопросами семерым диаконам церкви. Правда? Знаете, почему? Потому что они хотели остаться в служении слова, сосредоточиться на слове и на молитве. Важная мысль? Мы с вами соберемся во вторник еще и будем разбирать подробно с ручками и карандашами и записанными книжками то, что дальше Господь будет открывать в отношении этих следующих царств. Очень важно помнить, что эта книга долгое время всякими критиками считалась написанной гораздо позже, после событий, потому что в ней столько подробностей содержится удивительно. Но когда на эту книгу ссылается Иисус и там описано событие, которое еще дальше после времени Иисуса намного уходит, понимаете, да? Когда на эту книгу ссылаются другие историки и учителя до Рождества Христа, критики подумали, а, интересно, а в 47-м году, когда нашли кумранские тексты, нашли и свиток пророка Даниила в том числе, и сказали, ну, это удивительно, как это Бог взял и открыл это человеку смертному в таких мельчайших подробностях, удивительнейших подробностях. И зачем эти подробности вообще нужны? Можно без них обойтись, но они там есть с какой целью? Бог хочет показать. Я знаю будущее, как если бы оно уже случилось. Большая часть книги откровения написана в каком грамматическом времени? В будущем или в прошедшем? В прошедшем времени написано, понимаете? Потому что то, что еще не случилось, оно в глазах Божьих как что? Как произошедшее, как случившееся. О чем это нам говорит? живущим сейчас 7 июня ровно 8 месяцев после начала войны с 7 октября. Это о чем нам говорит, как верующим? Бог все это видел? Это для военных наших было сюрпризом, это было для всего Израиля сюрпризом и большим шоком, правда? Для Бога это не было шоком, это он знал наверняка. Для чего он это допустил, не всем понятно, не всем открыто, но он это допустил с определенной целью, потому что Израиль должен смириться перед Богом. Потому что есть упорствующие люди, которые выжили на фестивале, где произошло это ужасное, и они выпустили видеоклип на том же месте с лозунгом «А мы будем продолжать танцевать». Это как назвать? То есть люди не связывают между собой то, что было и то, что случилось. Понимаете? Они думают, что это совпадение, это какая-то случайность, это какое-то зло, которое люди сделали, и Бог тут ни при чем. Бог обращает внимание своего народа к нему, к Богу, потому что сейчас наступает еще более сложное время, и впереди ждут нас непростые времена. Почему это все? Для того, чтобы мы были спокойны с одной стороны, и для того, чтобы мы могли авторитетно говорить всякому человеку о том, что Бог все знает, и все это допускается с определенной целью, это все не случайно, надо нам всем в один голос взывать к Богу о милости, о том, чтобы весь народ обратился к Нему, и тогда придет Божье торжество, и тогда закончится время язычников, и тогда мы увидим царя царей. В 12 главе Захарии мы читаем о том, что когда явится Господь, Он говорит о себе, они узрят, они увидят Меня, которого пронзили, и что они будут делать? Что будет Израиль делать? Потому что будет понимание, осознание того, что же мы натворили, правда? Что же мы натворили? И вот в ретроспективе, смотря назад, многие плачущие в этот момент, смотря на Иисуса, которого пронзили, будут думать, почему мы не сделали этого раньше? Кто из вас уверовал там 10 лет назад? Может быть 15, может быть 20, может быть 5 лет назад? Есть вещи, о которых вы жалеете сегодня? Есть только одна вещь, о которой я жалею. Я жалею, что я не сделал этого раньше. Правда? Потому что я мог бы избежать столько боли, стольких проблем, ведь мы же понимаем, сейчас, будучи верующими, что многие проблемы в нашей жизни были из-за чего? Из-за того, что мы были непослушны. Но Бог наш милостив. Поэтому мы, молясь Богу, мы всегда молим о милости, о том, чтобы Господь каким-то образом так чудно, чудесным образом открыл сердце народа нашего, и чтобы открылся в великой милости, потому что даже в том, что сейчас все равно Бог милостив. Нет еще его гнева, вы понимаете, да? Нам понятно, что делать нужно? Не паниковать. Данил, конечно, был в шоке, но у него не было паники. Он удивительно, сознательно, разумно поступает во всякой ситуации, да? У него нет такого, что он бегает, что же делать, что же делать? Он не трусит, не боится, не убегает никуда, не прячется, правда? Он стоит, молится, неизменно, каждый день, приходит к Богу, в свое время Бог дает ему определенные новые откровения, снова понимание, он записывает, снова в шок впадает от того, что видит, но он уверен, и Господь говорит, ты успокойся, ты уйдешь к отцам своим, и все будет нормально. И в конце этой книги в Даниэле Господь говорит, что те, кто привели к праведности, что с ними будет? Такие, как правок Даниэля, что с ними будет? Они будут, как звезды на небесах, правда? То есть, вот две с половиной тысячи лет назад жил такой человек Даниэл, жил и умер в Персии, но сегодня, мы читая его книгу в виде разворачивающихся события, мы понимаем, что Бог тогда сказал о том, что сейчас. И мы успокаиваем себя тем, что Бог знает, что происходит, Бог знает, что делает, и все дело продолжает оставаться в его руках. Нам не надо бояться. Аминь. Давайте молиться. Дорогой наш отец, мы просим тебя, чтобы ты укрепил всех нас в духе, и чтобы мы не боялись, не паниковали, не совершали никаких резких движений без твоего ведома. И помоги нам, Господь, проводить сейчас больше времени в молитве, не в суете, не в каких-то новостях, Господь, но в тебе. Успокаивай наши сердца, потому что мы знаем, что ты знаешь все, в твоей руке тоже все, ничего не происходит без твоего ведома, поэтому успокой, Господь, нас, и дай нам мир превыше всякого ума. Помоги нам быть послушными твоей воли, научи нас знать твою волю, говори с нами через твое слово. Помоги нам не только самим успокаиваться, но и, как написано в твоем слове, говорить к сердцу народа твоего, утешать его и молиться о мире Иерусалима, о чем мы сейчас и молимся, Господь. Чтобы ты благословил этот народ, чтобы пришел примиритель народов, ему покорность народов будет, как сказал Яков в книге Бытия, говоря о потомках Иуды и о том, кто придет через Иуду и царя Давида, о тебе, Господь. Мы славим тебя и ждем тебя, просим нас в Святом Духе о том, чтобы мы, Господь, как Церковь, исполняли свою роль и были солью земли и светом этому миру, всем, кто вокруг нас. Во имя Твоего Сына, Иисус, мы молимся сейчас. Аминь.